Сегодня мы приятно удивлены. Наша одна из нас, Савинича Александровна, аспирантка и моя ученица, подружница, дочка, она будет, как это называется, конференция, в общем она будет дистанционно, то ли доклад делает для белорусских садоводов, то ли доклад, то ли лекцию. Вот, попросил у меня фотографии, я их начал готовить. Для начала выглядел фотографию вот такую вот, чтобы, а то я все говорю, не смотрите на девушку, а смотрите на деревья. А сейчас я говорю, смотрите на ее голубые глаза и можете влюбляться. Вот, теперь идем дальше. Это абрикос. Вот это, это как бы идет, она попросила фотографии, у меня же коллекция уникальная, единственная в своем роде, с этими, с морзобоем. Но я одна из этих фотографий. Значит, почему, смотрите, вот эта левая, это культурный абрикос. Отзавидовались. А вот эти две ветки, дикий абрикос, то есть это подвольное. Ну, так сложилось. Еще раз, чем ниже прививка, тем ценнее дерево, и тем дольше проживет. Это один из вебинаров, постулатов, понятно. Я же просто мог послать, но я не знаю, о чем она будет говорить. Ну, раз про морзобойное, значит, я выбираю. Ну, каждом этом я даже не, я уже, это, я уже учить, не то, что поздно, но она уже все знает, много знает. А представим себе студента, да? Что он еще может увидеть? Вот, то, что это дерево дожило и в этом году, вот она была, в апреле 21 года. В этом году она дала последний урожай, смотрите. Вот, вот он, август 21, после этого она, вон, видите, куча этих веток, она была спереда. Вот, освобождаем место для молодежи. Вот, ну, просто учебная фотография, что мы еще можем увидеть? Прожила длинную жизнь, дала сотни ветра, и без преувеличения. Вот, свидетель. Так, значит, и, что еще? Ага, задержни, но никаких этих самых дурацких этих черных паров, ни лопаты, ни каторжного труда. Посмотрите на эти, я чуть часто буду показывать. Ниже Мороза Боин пошла. Понимаете, Элина Александровна, почему? Сопадет с вашей темой, не знаю. Перед какой аудиторией вы будете выступать? Перед ученым, перед простыми садоводами. Вот, но будет возможно, затронуть эту тему. Ненависть к вот этим волчкам, дикое, страшное, звериное. Вот, я не преувеличиваю это. Стоит только увидеть ее сразу. Уничтожить, 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 уничтожить. А это всего лишь растет и восстанавливается, корона. Вот таким путем. Была бы у меня возможность, надо некуда молодежь садить. Я бы вот здесь бы отпилил, там, где вот ее колени. Вот, вот, или нет, я вот эту руку, правая рука. Вот здесь бы отпилил, и пусть бы растет дальше. Видимо, это же культурный побег. Да, волчок, он, его называют живо овощем. Ну, я уже по легче начал считать. Ну, извини, дочка. Я уже начал легче считать. Вот он, волчок, на нем нет ни одной цветочной почки. Из этого, сколько ему, год или два, ну-ка. А может, за год такой вымахал. Скорее всего, за год. Зато на третий год где-то появятся плоды. Но так как ни один абрикосов в стране практически нет. Я имею в виду, даже в ученых садах. Помните, никто в Москву не привез на конференцию. Ладно, мы не хотели, но привезли же вишню и черешню. Привезли. Абрикосов нет, значит, а время-то было, конец июля. Какой конец? 15-18 июля. Ну-ка, смотрим сюда. Да-да. 4-го августа. Ну, это Сибирь. Там как раз конца июля созревают, в Европе. И нету ничего. А вот так вот, раз нет абрикосов, значит, откуда им знать, что это не жирущая ветка. Будущее кроно. На третий год покроется плодами, как ни с чем не было. Не удержался. Не удержался. И вот получается так. Так вот, я про случай вспомнил анекдот. Знаете, какой? Это когда это самое. Жалуются родителю, учительница. Ну, что ж такое? А, нет, сейчас. Вовочка спросит, сколько будет дважды три? Дважды два, он говорит. Четыре. Молодец, Вовочка. Обосной, пожалуйста. Вовочка развел руками, вот так вот, так исторически сложилось. И ведь он прав. Поняли, да? К чему вот этот анекдот? Вот так исторически сложилось. А теперь мы должны доказывать, что четыре, четыре, пять. То есть, дважды два, пять. Ну, что ты будешь делать? И попробуй докажи теперь. Нет бы наоборот. Ну, естественно, мой тут торопился. Вот наша ученая дама. Вот. Теперь я не говорю в моем саду, я говорю в нашем саду. Вот видите, вот это ее работа. Вот, диссертацию сделает. Ну, уж хотя бы кандидат, это можем в Москву забрать. Сейчас садоводами уровня на всю страну 10-20. Ну, причем практически все любители. Есть высшее образование? Есть. Вспомним этих наших ученых дам. С Петера, с Москвой. Вспомнили. Но они никакой погоды не делают. Получили образование. Кто кем может работать? Ну, только не из-за кафедры, а и не этими. И не из-за заводелами, не начальниками лаборатории. Вот их работа должна быть. А еще, Лена Александровна, я выполняю твою просьбу. Из двух одну нашел фотографию. Цветущие груши. Я их посадил вот этими руками. Идет, смотрите, холмов нет. Там копали ямы с кафедрами чистый стопроцентный гравий. Чистый гравий. Гумус и нуль. Гравий пополам с песком. А именно вот эту землю, скажут, не землю, а вот эту вот субстанцию, гравий пополам с песком. И берут как раз на бетонирование на стройке домов, вот этих самых, заводов и так далее. Вот он такой. Ну, пришлось мне заказать их в каватор, выкопать ямы. Ну, провалилась, ну, слово вы живы. Это так называемая тепловая подушка. Дальше можно не говорить. Еще и зимний снимок поищу. Когда вот эта часть, то есть тут ветра выдывает, это степь. Вот тут этот самый. Когда я работал на заводе, а тут справа табло. И на нем самая низкая температура, которую я видел, минус 47. Здесь всегда холоднее на 5, не бывает на 8 градусов, чем город, который себя греет. Вот. И получается следующее. Тепловая подушка позволяет вот такую роскошь. Роскошная груша растет. Вот я обещал, вот я нашел вот эту фотографию. Вот. Теперь смотрим сюда. Когда я начал, пойдем сам для вас подбирать, вот эти фотографии, как вы их назвали? С морозобойными, да? Что я тогда вспомнил? Ах, Белоруссия! И ребята, я немножко минут потрачу на Белоруссию. Вот, вы понимаете. Вот представим себе, что бы я мог прочитать. Белоруссия – это для нас южная сторона. Что бы я мог прочитать, например, итальянцам или испанцам. Вот. Они колечат деревья, а что бы я буду призывать, не колечат. Они возьмут дерево, растят, растят, естественно, наклоны по двоих. Естественно, там теплее, они успевают даже несколько урожаев дать. А потом их все равно будут запускаются, потому что они уже в плюсе. А никогда не вымерзают почки. То есть, несколько урожаев все приехали. У нас же все похуже. А направление сказали, будем как в Италии. Помните, луговые сады? Два-три года и это. Что такое луг? Луг – это продолжается, что его косить надо. Луковый сад, значит, надо его потом братьевшить. И нету. А у нас так не получается. Во-первых, почки нет, и до вымерзутся – все банкроты. Так ведь? Значит, эти самые специальные техники, там, зеленобетонные столбы – это дорого. Значит, 40 опрыскиваний. Ну, им яду не жалко. Конечно, я деньги стою. Это тоже урожает. Но и у нас тогда надо это. У нас тоже, извините, лет 20-30, а то есть 40. Под 40 все равно надо литует эти. Дерево скорейшее литует эти самые. Насекомые. Никуда не деться. Технология там не подходит. Я отправляю Лукашенко в эту книгу и свои статьи, и свои учебные диски. Получаю ответы. И очень верно. Вы молодец. Сам эту вашу книгу надо публиковать. Только забыли опубликовать. А отвечал-то замминистр сельского хозяйства. Лично мне. Мне это понравилось. Он написал, что мы не можем отказаться от регламента. То есть мы как калечие будем калечить. И вот, Илья Александрович, сейчас едешь к ним. Так? Вот. И я давай вспоминать. Я сейчас вспомню два факта. Приятнее все-таки на тебя смотреть. Как ты думаешь? Пусть вот на тебя смотрят, чем на эту Морозовую. Я прокомментирую чуть ниже. Итак, я начинаю публиковаться. Вот тот же Алексей, я мог слышать несколько лет назад эту мою грустную паусть. Я публикуюсь. Мне платят хорошие гонорары, добротные статьи. Газета Томока, ведущая на Украине. А вот он бах. Газета-то. Все союзная. Ее печатало так. Казахстан, Белоруссия, Украина и Россия. У нас, в частности, она выходила в Смоленске. Тиражи в сотни тысяч. Гонораруют по тем временам. Этри тысячи, это что сейчас здесь тысяч? Я окупаюсь в этих самых. Там же и не стесняются, и мой телефон, и все, пожалуйста. И благодарственные письма. Все есть. Белоруссия. Потом бах, в один момент, несколько садей ушло, и тишина. Я сейчас пришел с вами с Галинсона. Получше ли то, что от вас ждут, то ли вы им преподнесете. Вот послушайте, о чем здесь пойдет. Это все-таки мой опыт, он и вам пригодится. Мне, кстати, отправляют три или четыре. Тишина. Открывай одну газету, вторую, третью. Ничего нет. Нет у меня. Газета настолько популярна, но в Сибири свободной продажи была. Белорусская газета, лок, свободной продажи. Нету, я расстроился, я туда. Тогда была переписка только. Я пишу письмо, отвечает. Да, я Агронов. Фамилию не называю. Имя. Ну, имя не буду называть. Вот прошло 10-15 лет, вот этот страх сидит. А вдруг подставлю. И вот он два, что с его понял. Первое. Олег Алексеевич, я не могу печатать. Наш новый главный редактор. Он доктор Новых. Он вас терпит от него. И он говорит, откуда он меня знает? Неужели ему достаточно было прочитать, что не надо перекапывать почву? Так? Вот. Или это самое. Ну, в общем, вы знаете, эти 10 раз прием, которые убивают деревья. И он, видимо, прочел эти 2-3 статьи. Ну, человек пришел на новую работу. Он теперь главный редактор. Он доктор Новых. И видит, что он из ахимии несет. А к нему же эти грешки на подпись носят. И сказал, что он себя не слышал. Так было и это. Александр. Ой, ладно, проговорился. Ну, Александр его это самое. Он так подписывался, Александр. Вот. Прошел 40 лет, можно сам твой главный редактор. И что на этом? Мне начали белорусы присылать письма, обиды какие-то, свои наблюдения. То есть, круг расширился. А белорусы это благодетнейшее место для нас. Я в Западном Украине жил. Вот такой здоровый климат. Вовремя начинается зима. Начиналась вовремя, кончалась. Зимойники, хоть теперь снегу, по колено, или там чуть ли не попой. Ну, прекрасно. Просто настоящая Россия, так можно сказать. Климат такой, здоровый климат. До сих пор с тоской вспоминаю этот лес украинский. Правда, весь пароль с окопами, ну ладно. И, наконец, значит, случилось следующее. Он мне пишет пункт 2. Когда, значит, что это? Пункт 2 звучит так. Валерий Константинович, мне самому и тошнит от того, что я печатаю. Вот с таким удовольствием взялся печатать. И вот третий. Сейчас я обзову вас, присвою вас. Псевдоним, помните. Вы, наверное, слышали эту мою фразу. Псевдоним, вы теперь Константинов, и будем следить дальше. Больше ни одной статьи не вышло. Значит, главного редактора обойти не удалось. Даже по Псевдонию. Если моя паника раздражала, то он оказался не дурак. То есть полный запрет. Ладно. Кто-то из Белоруса присылает газету под названием «Советская Белоруссия». Уже, конечно, не было этой «Советской Белоруссии», как на карте. Но все равно газета называлась «Советская Белоруссия». Это было лет 15-20 назад. И в ней я прочитал, что был заложен. Газета не судовоческая, а политическая. И там было это, может, на последней странице, написано «Черным по белому» или «Белым по черному». Там было написано, что был заложен очень большой промышленный яблоневый сад. Далее сад погиб. И было потрачено зря. Это была критическая статья. Было потрачено зря. И цифра в этих зайчиках. Там цифры были столько нолей. Но я не дурак. Я тогда в быстренький раз глянул, сколько курсов к этим долларам. Оказалось, 15 миллионов долларов по тому курсу было потрачено на этот сад. И сад мёртвый. Ну, а дальше в конце, сейчас ищем деньги на восстановление сада. А причина, почему он мёртвый? А причина? Вот мы с вами уже за эти 5 лет все причины уже разобрали. А потом, когда я год назад, два вспомнил, ещё вспоминайте, что я сделал. На одном вебинаре я показал. Я первый попавшийся несколько питомников, плодопитомников, выбрал и сфотографировал вот так. Их эти самые рекламные. Что я увидел? Сейчас я их уже почти всё забыл. Единственное, что там было, они были белорусские, потому что там упоминался, допустим, сорт Лойка. Лойка – это белорус. Ну, в общем, на этом сайте, вот смотришь, на другом сайте опять повторилось. И фотография та же, на третьем, на четвёртом, на пятом. Оказалось, что им что, нечего было сфотографировать, что они одну и ту же фотографию и одно и то же название преподносят людям, которые в разные питомники, в разных городах. Ага, что-то нечисто, смотрю. Опубликовые – это же самое наблюдение. Сомнения. Я же не говорю, что вы эти самые. Ну, что мы лохи – это точно кто покупает. А то, что они это делают умышленно. Или, может быть, действительно. Помните, как ответ-то был? Фотографий нет. Почему вашу украли? Потому что нам некогда было фотографировать. Мы, видимо, так заработались. Некогда было сфотографировать. Хотя, по-моему, никогда не было. И вот тут примерно такая самая картина. Вот круг замкнулся. Потом я видел. Прислали ролик. Прекрасный сад. Прекраснейший. Вот. И тут же присылали эта самая, опять же, информация. Выделили очередные деньги. Уже в наши годы. Прошли, позапрошли. Выделили очередные деньги. Деньги распилили. Это ни хрена нет. Раздали эти деньги. Ну, как гранты. И ни черта. То есть люди брали деньги, а вырастить ничего не могут. И тогда до конца до меня дошло. Все, ребята, давайте завязывать. А? Замминистра сельскохозяйства. Я понимаю, сейчас он, может быть, вы уже в погонах. Не знаете. Замминистр, замминистр. Но будем мы отказываться от этих клоновых подвоев или не будем? А? И не будем, потому что Белоруссия, если... Елена Александровна, я к чему клоню-то? К чему подвожу? Если вы будете говорить, что в Сибири мы добились успеха, потому что перешли на... Работаем с сеансами, в крайнем случае с корнями отводками. Но отклоны подвоев, отклоны... Вот это еще мы можем преподнести как доброе пожелание, как совет, как агротехнику. Мол, вы, извините, ребята, ну, это, вы со своим регламентом и переходом на эти, на клоновые подвоевые здорово подставили, все людей подставили. Вот примерно так. Ну, вот еще раз посмотрели на сеансовые, сеансовые. А дальше было бы клоновые. А, груш клоновых не бывает. Ладно, проехали. Смотрим дальше. Итак, Елена Александровна, когда-то вы вас поздравляли, у вас теперь свой клуб, вы теперь там погоду делаете, вы, наверное, как бы начали. Вот. Мы сейчас возьмем для примера. Потому что одно дело, я выше 50 или 100 фотографий. У меня все абрикосы морзобойны. Говорю об этом с гордостью, что они живы. И что ничего им не делается, потому что я их не лечу. Странно звучит? Странно. А вы возьмите у человека язву, вот тут вот. А теперь хирург возьмет и вот так вот нож, и вырежет, знаете, вот так вот глубоко, чтобы эту всю язву вырежет. Представили? А деревья что, они не живые? Давайте посмотрим. Сейчас надо чуть снимок этот сделать поменьше. А нет, не так. Он целиком не влезает сейчас. Тогда, наверное, вот так вот. Чуть-чуть. Смотрите. А это не полный снимок. Давайте его посмотрим на него. О, ужас. Черный рак. Ой. Черный рак. Вот он. Вот то дерево-то сейчас сожрет. О, ребят, черта-два. Извините, кукиш не вам, а этим специалистам. Рядом, я у гриба вычурное название даже и запоминать не стал. Рядом что у нас? Что-то нам не манилию напоминает, а, Геленсана. Манилия, нет? Или как амикоз? А знаете, как мне проще сказать? И тоже мне это не интересует. Почему? Сейчас поймете. Итак, смотрим дальше. Вот эти пупырышки. Вон, и сколько вот видно. Нет, я специально увеличил. Вот. Все, друзья. Это гнездышки. У них споры грибов. Их много, там, миллионы. Вот они, вот это есть. Ну что, пропало дерево. Давайте установим вначале причину. Смотрим следующий снимок. Это мой, как бы, прикол. Смотрите. Смотрели. Черный рак видели, видели. Ужаснулись. Смотрим дальше. Целиком смотрим. Далее. Это снимок. Так вот. Когда. Вот возьмем Беларусь. Там теплее. Возможно, вот эта страшная рана, она была бы. Но может вся разница, что поменьше. Все-таки Сибирь. Согласитесь, Сибирь. Вот. Я это дерево не калечил. Оно само. Ведко раз и рухнуло. Посмотрите. Оно просто отвалилось. Вот. И когда рана искусственная, это жаблон, я просто замазал садовым баром. Вот я жалею. Лучше бы. Но у меня тогда не было этого. Так называемый. Лак мастика Далматова. Мы до нее отойдем. Но теперь вы согласны, что причина появления вот этой страшной раны на ровном месте? Не на ровном. Здесь прекратилось. Вот. Приглядите, снимайте. Вокруг черная каемка. Вот она, видите? Сюда, сюда, внутрь проник мороз. И вот это все уничтожило вот эти клетки. Вот они. Попробовала вырасти, спасти. Вот эта веточка. Ага. А на ней листья какие? Больные. И не думайте, что я еще попрыскать, а живут. Никогда. Вот. Этой дурью пусть занимаются те, кто учит нас. Сами вот. Им делать нечего. Но почему? Она возле мерзлой зоны. А вот возьмем другая. Она чистенькая веточка. Видите, вот она. Почему? Потому что она не могла так пострадать. Тут рядом мороз, а тут нет. Смотрим ниже. Вот еще ветки. Ну, я, правда, капну глубже. У кого хорошая память или квалификация, хорошо бы студенты знали. Эти ветки тоже груши. Но это ветки уссурийской груши. Это дикари. Попробуйте уже сразу отличить. Запомнить. Дикари и культурные. Вот. И что это значит? Эти можно перепривить. Дерево сильно пострадало. Эта ветка, отварившись, отлонившись, привела к этому ветку. Значит, мораль, отрезать ветки эти нельзя. Нельзя. А то, что нам предлагают делать каждый день, и каждый день вы найдете на сайтах это, резать, резать, резать. Дерево неправильно. А здесь яркий пример. И, наконец, еще раз возвращаемся к черному раку. Вот здесь он, видите? Вот он, черный рак уже. Ниже, ну, вот это красиво. Вот, видите? Вот. Так вот, он будет только мертвое клетко. Пока живое не трогает. Черный рак на дереве сидит годами, десятилетиями. Никакой скоротечной смерти не бывает, если вы не возьмете топор, или если вы не сгноите, правильно, основание штамба. Там все происходит быстро. Но это все потом. Никакого отношения к вот этой страшным разобрыванию, черный рак не имеет. Вот. Он пришел за своим. Смотрим выше. Вот. Я вот не знаю, белорусам это надо или нет. Они скажут, да у нас деревья не болеет. Хотя, я сомневаюсь, что они так скажут. Походу. Лак мастика. Для заречения ран, для расстрески коры, для закрашивания... Чего? Для закрашивания, ну, в общем, наверное, при обрезке плодовых деревьев, отпугивать грузунов, мошей, корысь. Вот так. Перед употреблением сильно отряхнуть. Это я работал. Я зимой занимаюсь заготовлением киньков. Смотрите, моя работа. Кисточка. Он, кстати, на морозе не замерзает сильно. Кисточка одной пользуется. Вот это я хотел вам показать. И еще. Сейчас получилась вторая, как бы, отрасковалась команда. Долматова, Латинкова, Ольга. Дело в том, что Ольга, это вот она, это дочка. Вот ее папа. Молодой Юрий Алексеевич. Красавец. Вот. А вот его дочка Ольга. Значит, это вторая компания. Она очень удачная. Почему? Это по моему совету. Долматов взялся, помогает Ольге. Ольга взялась, помогает Долматов. И теперь можно наладить нормальное производство лак мастики, которая очень нужна нам садоводам. Очень нужна. Понимаете? Очень. Вот это, хочу сказать, это вторая команда. Первая уже, я показывал лучше. Вот. Ну и потом, сейчас еще скажу, учеба, учеба. Естественно, что это так называемая кометь, народное название, живица. Естественно, нам предлагается взять нож, а тут уже стамеска нужно, буквально вырезать, выдолбить ее. Рано зависит полностью. Дерево живое. Это вишня, моя вишня. И все, что происходит, это страшная ошибка. Вот. Я должен делать, там ниже выводы будут, а вдруг не дойдут. Тогда скручьте сюда. естественно, раны заживают сами. Сами. То есть, появилось морозобойное, не подходите к ней. Вот. Но, если морозобойное, искусственное, то есть, вот есть, это не просто само по себе, это результат того, что прекратилось снабжение, здесь, прекратилось снабжение живительным соком, и морозобойным соком. что получили. Вот, благодаря это ранее. Тут другое дело. Будьте добры, можете лак мастикой, ну, или живица, если вам хальшиво не подсунуть. Почему он подсунуть? Почему? Потому что живица для этого и предназначена. Вот. Но когда люди неизвестной, неизвестной квалификации, повторяя друг друга десятки лет, долбят, выезжают живицу, что она причина. Кстати, оказывается, то, что появилось живица, это начало дерево количество. Не спасает это количество. Вот, все это мы имеем, продолжаем.